И самый главный момент в спидране. Из домов, им нужно отсюда выбрать и проверить рандом, как заспавнились в данжи. Вот этот эффект, некроденса, используют только в драках, в обычном перемещении он не работает. Гуф уже дошел до первого данжа, но это позволяет им телепортировать к этой скрине. Гуф и Горан Шарм, это очень важная шапка, потому что Горан Шарм позволяет им спать в лава. И как же все быстро происходит тут. Это одна из таких реглайтов, которой смерть не является таким последним моментом. Потому что здесь, при смерти, слетали только бафы с персонажей. Сейчас нам нужно добраться до первого босса. Боссы в этой игре сделаны так, что у каждого босса есть свой музыкальный инструмент, которым он такует. И нужно их собрать все. Сейчас, давайте мы немного сейчас быстро проверим время, которое у вас сейчас. 55, 56, 57, 58, 59. Даже не могу сказать теперь, какой из раннеров быстрый, потому что сит рандомный. 35, 36, 57. А, ну, уже более-менее. Спути уже заходит один из первых замков. Ну, пожалуйста, откройте чуть-чуть карту, я хочу понять, кто ближе хотя бы к боссам находится. Да, если есть комментарии, если они хотят пить, то они пить, то они пить, то они... О, они заходят в лава. Это, конечно, было очень быстро. Да, вы видели это? Да, вы видели это? Я видел, что в этой игре, когда я буду двигаться по кругу, я буду двигаться по кругу интермитентно. И если они могут делать то, что это впечатляет. Я не знаю, что в этой игре, потому что он перестанет и закрывает их между битами. Так что он может проверить мапу очень-очень быстро. Если вы можете увидеть тейл, который в основном белый, то это означает, что это тейл Тейл Тейл. Это всегда так, но вы никогда не знаете, где она находится. Тейл Тейл очень важен, потому что, как вы видите, что есть в честь, и если есть в дырт-блоках. О, я увидел, Гуф уже рядом где-то около босса ходил несколько раз, но так и не зашел к нему. Но, специфически, когда вы будете в дырт-блоках. О, я не знаю, Гуф, гуф, гуф. О, я не знаю, Гуф! Покупаются ботинки для скорости плюс дамага, и меч их тоже сбавляет. Также, Буфф фармит свои кристаллы, чтобы вкупить более лучший меч. Спутин заходит в один из данжей. Клющик. Спутин уже успел убить первый босс этой игры. Одного из четырех. И он забрал часть сердца. Гуфф взял один из бюстов, плюс ключик. И так же идет убивать босса. Я спал, я только недавно проснулся. Просто эта игра настолько быстрая, что очень тяжело. Направляемся к второму. Также еще параллельно подфармливаем. Немного получаем по лицу, как Спути. И эта игра, это смесь Зельды с Некроденсом. По сюжету, как происходило... Есть главная догонять игры. Он усыпил Зельду с Линком. Но их кто-то спас. И нам нужно разобраться с ним. И пытаться спасти мир. Гуфф уже подходит ко второму боссу. Также он сейчас покупает баффы. Спути подходит туда же. Первый дунжон был Рапер. Где-то разницы сейчас между ними секунд 5. Но для этой игры это совсем мало. Потому что рандомный здесь влияет на много. Искусственный человек особенно. Который может случайно дать тебе по лицу. Когда ты не ожидаешь. Ну, зон как в любых бит играх. Качай. В этой игре можно играть как из Алинка, так и за Зельду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Минус баффы на урон. Или бут. И все его ключи и деньги. Я вернусь к Тайрилу. Потому что они имеют зору-флипперы и зору-флипперы. И пафф. Я могу удалить свободную оружие и использовать бут. Это позволяет мне получить титаниум. Это значит, что будет не так же. Спути так же не получит плипсы. О! Если... И за... За один цикл бил босса. Забираем аракасы. Осталось еще два. Ну, сейчас будет проходить в разы сложнее игру. Потому что он потерял все баффы, которые у него были до этого. И дэмэдж упал раза в четыре. Но у него есть этот девелопер. Если у него есть пафф. У него есть несколько других способов. Но, да. Это всегда приятно, чтобы не было так. И Гуф также имеет множество бомбов. Он будет делать это с Зелдой. Убираем армору. Таким образом, он не будет так много дамага. Два бомбов, чтобы положить себя правильно. И скопить первую сторону в дунжоне. Каждый дунжон имеет девелопер. Убираемся в замок Шторма. О, берем звук. Что поможет наносить больше урона на расстоянии. И не подходить к боссу. Гуфу даже в магазин нормально зайти не дают. Гуф получает ключ от босса. Чтоб дойти в него локацию. А с пути его выбить не дают. Заходим к третьему боссу. Местный измерий Горынич. Ой, как же это было быстро. Ой, как же это было быстро. Ой, еще из сундуки выпали вовы, как оно везет. Так при этом он начал отставать. Заходим к смерти Гуфа. Гуф взял на боссу. Я вернулся к боссу, потому что я хотел увидеть... Что-то. О, взял на боссу. Взял на боссу. Взял на боссу, но это просто просто угроза. Но, да, боссу на боссу это один из самых маленьких амб, и вы можете найти полный чест. Хуй с гидро. О, еще плюс баф. От мечика. Это обращение к спидрайнерам. Или раннершам. И получаем дополнительное сердце. И направляемся к последнему боссу. Это гитаркинг. Босс несложный, но рандомный. С его прыжками. О, да, хорошенько. У меня есть один плач? Хорошо. О, и плюс бэмэдж. Плюс пять. Забрали гитару. И направляемся... В розу. Нормально не может быть способом остановить слайдинг, но для некоторых причин, если вы пытаетесь использовать пауэрглэв, когда босса слайдинг, вы можете остановить себя, от слайдинг с ним. Это было быстро. Herman! Хорошо. Где у нас دунжон идет? Вау! Чем было в частности? Спуки получает ключ от босса. А ну? Визор бу. Один из главных антагонистов. Уууу. Уууу! Спыки забирает его флету, плюс сердце у Гуфа. Гонка значительно честная, потому что я понял, что у них хит выбран заранее, они не создавали его. Я походу хорошо умею считать, потому что бота всего убили два, а не четыре. Да, более важно, он будет 5 дамага. Ранч, последний Ранч, это 4 плюс 1 из этого Энчанта. И это позволяет ему закончить каждый цикл в 1 хит. И монстры тоже. Еще босс уходит в Астралс. Ой-ой-ой, как это... Ну, это причина, почему они пытаются получить инфузенную оружие, потому что он будет иметь эту инфузенную рапу. Гонка Гуф? Так, опять же, этот бой имеет 4 фазы, или 5 фазы. 4 для инструментов, а потом 1 финансовая фаза. Гуф сейчас абсолютно в лиде. Он смогли взять Агнаво. Просто я на каждом экране пересчитал на 2 раза больше. Два защиты. Окей, на Гомаракис фазе. Вы можете видеть, что Актава постоянно заменяет миньонов от других боссов. Так же мало теперь в Рону. В Успуке. О-о-о. Это слишком большой. О-о-о. О-о-о. Он просто не дает по себе атаковать. Ронни-боссы? Начинает заменять мини-боссы? Да, да, да. О-о-о. Гуф убивает его. Гуф убивает его. Можно пройти быстрей, но... Все равно хоть карта рандомайзерная, И здесь, как и в любом Роглайте, немного играет рандом на выпадение шмоток. И на выпадение баффов. Итак, здесь вы около минут тринадцати, что ли. Крантон вообще все-таки идеально вышло. О-о-о. 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 Энерики Гуфу дают. Гуф уйдет на последнего босса. Главное не получить по лицу заранее. Это босс Ганон. Это тот персонаж, который усыпил зельту и с Линком. Поэтому держатся они оба. Не получается даже застанет его. О-о-о. Он только снимается и щит, он сразу убегает. Ищет цикл или два, осталось в Гуфу. А в спуке только к нему подходит. Ой-ой. Шестнадцать минут. Спуке в начале гонки взял. О-о-о-о. 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 На последнем цикле. О-о-о. 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 Нужно босса на рынке говчат для него. второй цикл у нас есть вверх 13 и слишком много уединили у них каждого по две смерти почти или бы злодея сверху осталось только выжить руки давай минута разницы перейдра Продолжение следует... 16-40? Она почему-то не идет рано, не надо на 13. Сейчас я даже специально проверю. Возможно, это даже VR на марафоне. Возможно, это даже VR на марафоне. Ну, пока не приветствую студию и приветствую всех. Все. Пока она чем-то занята по... Полезную. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...